Город Якутск неделю назад отметил 384 года. Наша программа запускает цикл репортажей о столице. Сегодня будем говорить о том, как в городе решают одни из наиболее проблемных вопросов. Это дороги, водоотведение и качество воды. Слово Саргалане Захаровой. Столица с каждым годом растет и преображается. Перемены замечают как старшее поколение, так и молодое. В плане дорог хорошую, особенно автодорожная, Стадухина хорошая стала. Сейчас я даже иногда заеду и не узнаю вообще город, очень изменился. Лучшую сторону, красиво, дома, улицы, дороги хорошие. Большинство опрошенных людей отметили строительство дорог и улучшение их качества. И с этим поспорить сложно. Ежегодно на эти работы направляют порядка 740 миллионов рублей. Несмотря на то, что сегодня все еще сохраняется большое количество улиц, на которых нет даже асфальта, в последнее время введут масштабные реконструкции и строительство дорожных сетей. Только в этом году, согласно плану, Якутск до начала зимы получит более 12 километров новых дорог. На сегодняшний день план выполнен на 80%. Ведутся работы на улицах Халтурина, Каландрашили, Автодорожная, Дежнево, подъездная дорога к медцентру, Кузьмина. Что касается планов на следующий год, ремонтные работы начнут на улицах Кальвица, Жерницкого, Ломоносова, Кулаковского, Хабарова, Черяева и Чернышевского. Но не только качество дорожного покрытия или и вовсе их его отсутствие доставляют неудобства как водителям, так и пешеходам. В интернете множество видео, на которых видно, во что превращается столица после проливных дождей. Некоторые горожане умудрились даже воспользоваться ситуацией и попробовать себя в роли серфингистов. Шутки шутками, а проблема весьма злободневная. Канал, который должен был служить в качестве водоотводного пути, не функционировал последние 20 лет. Сейчас ведут работы для его обустройства. Благодаря ему Якутск будет сбавляться от воды, в том числе и дождевой. Сегодня последний рубеж остался. Должны вот здесь эту дамбу мы разрыть, и вода должна своим ходом выходить на реку. Следующей задачей для городских служб станет работа по шлюз регулятору реки Шестаковка, которая позволит запустить в столице большое проточное кольцо. Тем самым спадет нагрузка с малого. Немаловажно и то, что изменится и место слива в реку городских вод. Вода выходит в районе 202 микрорайона. Фактически вода выходит, после этого задевает дамбу, потом очистные сооружения, основной поток. Вот этот поток, он должен был предусматривать вывод воды после очистных сооружений. В дальнейшем при наличии финансирования проведут и работы по облагораживанию канала, в частности, бетонированию. Но все это, если говорить о водоотведении. А что же с водой, которую подают горожанам? Каждую весну этот вопрос встает особо остро. Из крана флется желтая, а порой и коричневая вода. Люди боятся потреблять ее в пищу. Эти опасения вполне оправданы. В период паводка в этом году цветность и мутность воды превысила нормы в три раза. А органолептические показатели – аж в 10 раз. Избавить горожан от этой проблемы должен новый водозабор. Его планируют ввести в эксплуатацию в середине 2018 года. Сейчас идут работы по обустройству ковша. Туда будет поступать вода из реки, освобожденной от основной массы песка. Далее ее подадут в очистные сооружения. Планируем закончить работу по укреплению стенок ковша к концу года. Выполнить минимальный объем работ по бетонированию – 1200 кубов бетона принять. Для того, чтобы подготовить площадку основания станции для дальнейших работ в следующем году. Проект водозабора с ковшом Затона в качестве водоприемника посчитали наиболее подходящим для города из-за особых природных условий и непредсказуемости реки Лены. Это сделано с целью предотвращения негативных воздействий, шуголедных, ледовых процессов. Решает задачу водообеспечения насосной станции при низких уровнях воды в реке Лена. Работы идут с опережением графика на три недели строительства. Ковша – это первый этап работ, второй – строительство очистных сооружений. О темпах строительства можно судить и по тому факту, что второй этап реализации проекта начали уже в этом году, хотя планировали начать только в следующем. Стоит отметить, что это уникальный объект для столицы и всей республики. Его стоимость на сегодня составляет 4 миллиарда рублей. На сегодня уже работы выполнены и оплачены на 900 миллионов рублей. В республиканском бюджете у нас ежегодно предусматривается на обслуживание кредитных средств, которые привлечены для строительства этого объекта. Как нас уверили, после запуска водозабора, воду теоретически можно будет пить даже сразу из-под крана. Насколько это реально, покажет время. Ни для кого не секрет, что проблем в городском хозяйстве хватает. Но сейчас можно уверенно сказать одно. Столица республики хорошает с каждым годом и дальнейшее ее развитие. Прежде всего, благоустройство и облик зависят не только от властей, подрядчиков или различных организаций. Многое зависит от отношения к родному городу, нас с вами, жителей столицы. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев, Павел Танин. Якутия. День за днем.